Всем привет! И сегодня на канале Алиэкспресс Страна Чудес будет очередной обзор бижутерии. Начну я сегодня вот с таких вот дешевеньких сережек. Я думаю, что многие их купили. Была на них ссылочка в группе ВКонтакте. Сережки стоят просто сущие копейки. Там 34 рубля, по-моему. Нечто подобное у меня уже было в обзоре. Вот такие вот сережечки с английским замочком. Но у меня к этим сережкам большая-большая претензия. Мне очень сильно не понравились здесь камушки. Есть у меня большое сомнение по поводу того, что это циркончики. Но сомневаюсь я в этом. Если брать розовый цвет, я уже сто раз говорила, что если брать цирконы, то розовый, белый и шампань это самые блестючие. Вот если вот так вот брать, вот на кольце камень, он вот весь играет. А здесь какой-то он прозрачный. Ну, как-то вот мне блеска мало в этом камне. А если брать цвет шампань, так это вообще ужас и кошмар. Если брать цвет шампань, сережки, и вот возьмем вот такое колечко. На колечко тоже, девочки, не спрашивайте ссылку. Уже даже когда оно было в обзоре, на него ссылка сгорела на это колечко. Нету колечка. Вот как играют камни на кольце, я надеюсь, видно. И вот это какое-то пустое. Ну, просто пустой какой-то цвет. Нету там радуги, нету. Нету там того блеска, который бы мне хотелось. Хотя на солнышке вроде и блестит. Но вот, не знаю, камера сейчас не хочет мне передавать то, что я хочу передать вам. Но я надеюсь, что все-таки видно. Надеюсь, вы меня поняли. Ну, в принципе, за 34 рубля, как говорится, чего вы хотели? Хотя вот это кольцо, если мне помнится, я тоже покупала что-то в районе за 50 или даже за 34 рубля тоже что-то... 30-50 рублей колечко стоило. Все блестевшее, переливающееся, прям вот огнем горит. А вот эти серьги, они какие-то пустые. Вот по-другому я даже не могу сказать. Именно пустые. Просто вот никакие. В целом они неплохие сережки, да? Хорошенькие, но заявленный камень явно тут не присутствует. Поэтому, ну, вот так вот. Давайте перейдем к чему-нибудь поприятнее. В общем, расстроили меня эти серьги. Камни совсем пустые какие-то. Вот такие вот два колечка приятели. Интересные. Один маме, один дочке называется. Вот такие вот лапки, зверятки. Классные, да? Прикольные. Стоят тоже вообще сущие копейки эти колечки. 30 тоже рублей с копеечками. Очень гладко мне понравилась. Какая там изнаночка. Вот такая прям гладкая-гладкая. Прикольное колечко. Кто держит какую-нибудь животинку, может быть, кому-то понравится. Ну, 30 с небольшим рублей. Прикольные колечки. Все такие радужные. Можно переворачивать. Где позолотее, где позеленее, где по фиолетове. Ну, прикольные такие колечки. Радуги такие. Такие звериные радуги. Приехали брошечки, хаврошечки. Тоже копеечные брошки. Я думаю, что тоже многие покупали. В группе была на них ссылочка. Вот такие птички невелички. Мои нелюбимые замки. Сейчас расскажу, что с ними делать, если они вдруг у вас не рабочие. Совсем с ними беда. Такая вот розочка матовая. Ну, взяла синюю и зеленую уж совсем. 30 с чем-то рублей эта брошка стоит. Это что-то в районе 40. Вот здесь еще есть стразики, если кто не заметил. Просто стеклянные стразики. Ну, в целом, эмалька, стразики. И олененочек. Конечно, олененочек понравился. Олененочек что-то в районе 60 рублей стоил. Не думала я, что олененочек такого ого-го какого размера. Там есть еще два цвета. Вот взяла красный. Мне красный больше понравился. У олененочка тоже замочек вот здесь вот такой. Что делать с этими барашками, если вдруг они вот так вот болтаются и не держат? То есть, как вы видите, то, что я не люблю, не пружинит иголочка. Вот это я очень не люблю. Потому что, если вот этот барашек расстегнется, то борошку можно потерять. Я уже об этом сто раз говорила. Девочки, заводим дома себе вот такие вот плоскогубцы. Желательно как раз такие уткогубцы, кто как называет. Именно вот такие. Просто с ними удобнее работать. И вот этот барашек вот так вот. Так, я надеюсь, что видно. Берем и поджимаем. Зажимаем, чтобы он был поплотнее. Посильнее. Чтобы он был поплотнее. Чтобы он не болтался. Не знаю, здесь как нормально все. Ну, тут, в принципе, поджать можно. То есть, я надеюсь, понятно. Сейчас попробуем еще на самолете покажу. Я говорила в предыдущем обзоре, да, что на самолете этот барашек, он тут крутится, вертится, как хочет. Но у самолета самого булавка пружинит хорошо. Сейчас попробую поджать. Надеюсь, что будет уже гораздо лучше все. То есть, если у кого-то этот барашек в свободном плавании, грубо говоря, ну да, видите, вот поджало. Все, теперь он не крутится, не вертится. Он нормально себя чувствует. Теперь он находится в том положении, в которое его поставили. То есть, он теперь сам по себе, даже только ногтем, уже просто так его не перевернуть. Всего лишь навсего. Ну, плоскогубцами, конечно, тоже можно, но лучше иметь вот такой инструмент. Тоже недавно давала ссылку в группе ВКонтакте вот на подобные инструменты. Там можно было выбрать. Заведите себе, ну, грубо говоря, 100 рублей. В хозяйстве штука нужная. Пусть будет. Так что всем, у кого нету, заводите. Потом еще будем рукоделить. Пригодится, чтобы уже было в наличии. Собственно, на этом сегодня, девочки и мальчики, все. Все сегодня такое недорогое. Все такое вот такое, какое. Олененочек классный. Вот олененочек мне... Олененочек и вот эти вот колечечки мне больше всего вот из последнего понравились. Вот прям милота. Олененок так вообще классный. Просто. Такой сказочный. Олень. Умчи меня, олень. В свою страну оленью. В общем, все ссылочки есть внизу в описании под видео. Всем удачных покупок. Мира и добра. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.